XX, с вами Белликс. Всем привет! Мы возрождаем рубрику посылки из Америки. И сегодня будет очень много новинок. Давайте не будем терять время и раскрывать эту огромную посылку с куклами. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и смотрите мои обзоры на кукол и YouTube Shorts. Сегодня у меня очень крутой резак. Давайте раскрывать посылку. Тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн. Капитан Крюк помог мне справиться с этой задачей. Итак, убираем все баблы и начинаем рассматривать. Чувствуете этот вайп от 2015-2017 года? Вот-вот, это мы распаковываем коробку с куклами. Убираю, убираю, все это не нужно, потому что самое ценное находится в этих коробочках. Самую большую мы оставим на потом. Вот так вот. Коробка в коробке. Мне снова понадобится этот замечательный ножик в форме... Да не пишите мне, пожалуйста. Я занята. Итак, я вижу куколку. Вы уже можете догадаться, что это за красотка такая. Немножко осмир. И давайте уже распаковывать. Наконец-то это очень просто достать куколку из гробика. Кстати, обзор на Фрэнкиштейн, Клодин Вульф и Дракулауру смотрите в описании под этим видео. Там будут ссылки. Ну а это Клео Данил из коллекции Хонт Кутюр. Боже, она прекрасна. Какая золотая красотка. Просто настоящая царица. Ну я не знаю, она просто Клеопатра. Ну просто великолепная. Честно говоря, такое крутецкое оформление у коробочек Хонт Кутюр, что их хочется держать только в коробке. Потому что они вот сохраняют весь этот образ, весь этот шарм эксклюзивной куклы. И боже мой, ну она правда очень красивая. В социальных сетях мнения насчет новых коллекционных кукол вообще разделились. Некоторые говорят, это же по сути копия Клео Данил, которая выпускалась в эксклюзивном наборе с Гули Йелпс. Да, там есть очень много похожих каких-то деталей. Эта кукла, она превосходная, она просто шикарная. Не знаю, из Клео Данил, наверное, это одна из моих любимец. Хотя Клео Данил это не любимый мой персонаж. Вообще, я бы сказала, далеко не любимый персонаж. Хотя по характеру мы с ней чем-то схожи. Такие стервы. Нет, этого я вам не говорила. Цена каждой куклы составляла 75 долларов. Многоватенько, честно говоря. Мягко сказать-то. В коллекции Хонт Кутюр представлены оригинальные монстряшки, одеты в вызывающие, шикарные, готовые к выходу на подиум версии своих культовых образов. Клео, конечно же, вдохновлена своим королевским образом. Она идет в такую золотистую металлическую накидку для мумии, которая украшена аксессуарами. В общем, надо готовить обзоры и снимать их, и скорее выпускать. Кстати, ранее Мотел никогда не выпускал сертификаты. Сертификаты на кукол, короче. Такого реально не было. А тут такая вот бумажулька в качестве презента. Ну что ж, это приятно. Спасибо вам большое, дорогие. Я тут уже куколок освободила от всех баблов. Они у меня тут валяются просто в ногах. Это окей, это окей. Я впервые в жизни вижу куклу третьего поколения. Это Лагуна Блю. Вот оно, триумфальное возвращение Монстр Хай. Знаете, насчет этих куколок тоже у многих максимально разные мнения. Я пока не могу определиться, потому что я, в принципе, такой человек. Я просто такой человек еще. Мне очень сложно приходить к какому-то мнению по щелчку пальца. С одной стороны, они очень миловидные. Такие больше детские, наверное. Потому что у них абсолютно новая печать лица. Вообще формы, пропорции, кстати. Мне даже кажется, немножко too much. Прям я ничего не имею против такой фигуры. Я сама такая же как бы. Но, наверное, бедра немножко, немножечко надо было уменьшить. Это я про себя сейчас. Ну, ладно, ладно, как бы создатели. Все вопросы к ним. Давайте не будем ничего хейтить. Хотя, если хотите, могу устроить это. Перевыпускается главная шестерка персонажей Монстр Хай и Лагуна Блю. Школа монстров представляет новую линейку кукол с оригинальными персонажами, свежими образами и тематическими аксессуарами. Питомцы и аксессуары в этих наборах есть, а вот расчесок, к сожалению, и подставок для кукол нет. И в отличие от других выпусков, комплект не входит ни в ник. Цена куколок 25 долларов в Америке, без учета доставки. Но, как только их привозят в Россию, это, во-первых, очень сложно, во-вторых, это очень сложно, и, в-третьих, это реально очень сложно. И поэтому цена на всех кукол взлетает очень сложно. И очень быстро, и очень сильно. Вот, ну не будем о грустном. Если хотите обзорчик на нее, пишите в комментарии, я обязательно их прочту, отвечу, потому что мне очень важно ваше мнение. Я вам обещала, что самую большую коробку мы распакуем в самую последнюю очередь, потому что, ну, вишенка, она всегда на торте. Тем не менее, следующая кукла, она не менее крутая, потому что вы сейчас сами увидите. Итак, это фанатка Спайдермена, Братс. Да, не ожидали увидеть Братс? Это кукла 2007 года, представляете, какой раритет, потому что буквально через месяц уже наступит 23-й. И, скорее всего, эта кукла была выпущена в качестве пиара фильма Человек-Ваук. Она такая милашка, просто блондинка-красотка. В комплекте еще очки. Так прелестно смотрится в этой коробочке, что ее не хочется распаковывать. Да и зачем? Вот я, правда, как коллекционер, я в последнее время придерживаюсь того мнения, что куклы реально смотрятся лучше в коробках. Я вот, кстати, не понимаю людей, которые выбрасывают коробки. Вам не жалко? Мне больно просто. Типа... Я, кстати, недавно пересматривала мультики Братс. Мне так зашло, у них такой вайб крутой. Так, ну че, распаковываем дальше. Что же это? Ну все, я проспойлерила вам все, что можно. Это, как вы можете догадаться, ребята, Дракула. Дракула. Офигеть. Давайте раскрывать. Все, погнали. Вы первые. Тын-тын-тын-тын-тын. Его Дракула. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, я тоже хочу. Обалденная. Очень эффектная красотка. Дракула вдохновлена классическим смокингом, медальоном и накидкой, совсем как в оригинальном фильме. Образ Дракулы очень распространен в кинематографе. И, конечно, многие режиссеры использовали его. Конкретная монстряшка вдохновлена образом вампирчика из фильма Дракула 1931 года. И она выдержана просто в черно-красно-белых тонах. Потрясающая коробка, как и полагается коллекция с коллектором. У нее возрастное ограничение 18+. Мне многие говорят, что я выгляжу на 16, поэтому дарю. Ребята, забирайте, пожалуйста. В паутине, обрамляющей куклу, мы видим диалог из фильма, который произносит Дракула, спускаясь по лестнице. Я Дракула. Приветствую вас. Я думаю, коллекционеры полюбят эту куклу, эту упаковку, этот образ. Вообще она шикарная, крутая и дорогая. Блин, это все портит. Кстати, анонсирована она была официальным аккаунтом Monster High 26 мая. В этот день поклонники отмечают День Дракулы. Вот такая вот красотка. И мы очень ждем набор Франкенштейнов. Смотрите в следующих видео. Я уверена, они придут в посылочке очень скоро. Пока мы монтировали это видео, обзор на Дракулу уже вышел на моем канале. И чтобы не быть чайником в мире Monster High, обязательно посмотрите его по ссылке в описании. Ждите обзоры на новинки, напишите в комментарии, на какую куколку вы хотите обзор. И в следующих видео я обязательно учту все ваши пожелания. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ставьте ваши лайки, смотрите YouTube Shorts. И мои социальные сети все по ссылочкам в описании. С вами была я, Алиса, с канала Белевикс. Be cool and crazy! Всем пока-пока!